я сейчас вас не вижу еще добрый день у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я не слушаю и говорите в общем хотел вас спросить совета я православный христианин хожу в храм но у нас нет общины и нету верующих ну как бы поистине людей я возле себе не вижу и что делать в такой ситуации вот и как бы я подходила к священнику с этим вопросом в наш храм а он сказал как бы ну практически нету общины никакой ну то есть получается какое дело я искренне верующий человек в бога вот читаю библию молюсь ну общаться практически не с кем и хотел у нас спросить какого-нибудь совета по поводу того чтобы что делать моем случае ну начинать работать мы тоже приехали на новое место сюда точно такая же обстановка что попала в храме потоком люди идут торговля начинаем свидетельствовать прям на улице возле храмов стал говорить о боге о христе и стали на дому собираться несколько человек приглашаем священник кого не приходит составил списки на нас подал в кгб это при советской власти еще ничего не сделаешь он свое дело там и свое наступил момент когда компартия отошла как будто бы от власти ну и мы зарегистрировали общину а уже в это время было около ста человек это община ответственно наших ресурсах бываете видео да вот вы видите как люди когда мы после службы собрание и проводятся мы как один человек все какое согласие все знают считает слово божие начинать работать и лишь пишет один с австралии такая же обстановка уже и жена ходить не хочет бедлам какой-то идет как нельзя так не место украшает человека человек место а как же начинали апостола они вышли в языческий мир и бросили ему вызов река течет мутная они создали встречное течение и мы знаем все исчезла вера христова стала распространяться мысли православное нам никуда глядеть не надо вот сектанты они знают одно я бы не собрались даже от от делиться 5 10 человек мы никуда не можем отделиться выродиться в секту вот предложим к русской православной зарубежной церкви когда этот разговор зашел о признании акта каноническом общении мы категорически против были какое там объединение то но заранее стали молиться если решение будет принято признать там друг друга благодатными мы принимаем вопреки нашему желанию чтобы не выродиться в секту так и получилось что там было принято решение об акте каноническом общении а тут давай давить уже под патриархию толкать и но мы две общины остались которые не вошли но сохранили хорошее отношение к нам митрополит патриархийный ездит служит сейчас мы идем в собор у нас своя служба прошла батюшка из больницы вернулся прошел чин прощения но сейчас идем туда у них вечером будет и там будет митрополит священника больше 30 наверно и мы туда идем из общины кто может кто позволяет возможность нас ничто не разделяет кроме греха и нам бог дал сейчас такого митрополита с которым близкие отношения просто он посылает священников приезжает сам семинаристы хористы приезжают деревню ехать 150 километров но явно видно по роликам то что он радостный такой вот так гнали давили а теперь все по-другому а мы как были по тоже фпцз так и остались мы никуда не сдвинулись ни на шаг потому что мы были образованы когда уже нас просто выталкивали ничего нельзя было сделать мы хотели там чтобы работать а за это время вот у нас сколько человек есть может 10 раз больше которая у нас от я вел занятия в университетах пяти университетах три радиопрограмма техниками школы милиция воинские 60 у себя везде 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 вел занятия и людей всех направляли храма московской патриархии вот из сектантов сколько пришло стали священниками патриархийными повторяю это одни из самых лучших священников писания знают бывают друзья которые из мира пришли стали врагами у каждого свой путь нам бог не обещал что будет по нашему все горит все желающие жить благочестиво будут гонимы гнали меня будут гнать и вас все сходится и вы каждое утро начинаем с молитвы даже по скайпу сейчас молимся а по скайпу люди соединяются с нами увидите если надо мы можем скинуть вот и все если вы православный бороду никогда не трогать бороду нельзя прикасаться даже а какой вы православный если вы бритый кроме того пост сейчас вот завтрашнего из двадцати четырех сегодня уже все пост семь недель ничего мясного молочного рыбного только на благовещение рыба а что это спасает спрашивает мне не надо думать у меня есть церковь православная за меня решили если я называюсь православным мне не надо выкручивать ничего я просто соблюдаю все растительное масло разрешается в субботу воскресенье мы так и делаем не надо ничего это это секта они могут каждый день на ворот и делать а нам нельзя этого толковать я сам не толкую и столковал и ан златоус василий великий григорий богослов мы счастливы таким сокровищем обладаем мою им надо владеть достойно вот вы говорите что делать вы на наш сайт заходите и там моей 38 книг и открытым оком 33 тома и там я сначала же 3 3 том 3 томе там есть в оглавление пособие по евангелия от марка и вы начинаете даже два человека кто там жена сестра дальше выходя из храма говорите людям приглашаете но видно который к вам расположена то и уже начнется работа но оповестите священника то в тайне мы никогда не делали ничего мне говорят они вредят мой стиль другой я сначала оповещая их еду к епископу оповещаю и меня бог ни разу не выдал но не бы как не выдал то меня посадили два раза отсидел но я знаю за за что я на это и шел ну то есть надо наработать надо сон сократить жертвенность должна быть десятину платить все что требуется и вопрос решен не надо искать вот где-то найдите мне общину я все вспоминаю как роберту рождественского написали там люди какие-то из колхоза у нас народ то хороший но нам бы башковитого мужика чтобы приседать на полочках у нас тут не лежат башковитые мужики из своей среды выращивайте ну кто знал что ломоносов сын рыбака и станет такой величиной не ничто об этом не говорила а бывает так что его с детства ребенка видать начиная может быть в семье у вас будет надо везде говорить о боге о христе спасение если не знаешь как правильно говорить одному не ходить найти хорошего товарища сходить баптистом к адвентистом седьмого дня послушать заходишь не бойся соверши хрестное знамение чтобы они видели что пришел православный они будут тебе говорить а ты возьми магнитофон и скажи я запишу то давайте я дома буду разбирать когда они говорят библию приводят сними шапку они считают слово божие мы очень много их посещали оттуда сколько людей стали православными а сидели бы никого не было мы тут у них хорошее песнопение мы после нашей литургии поем в трапезной а то у нас все снято ну то есть надо быть как андрей кураев говорит религиозно талантливым религиозно талантливым вот у нас утреннее правило кроме того в конце мы поднимаем руки нам это не запрещено а то дает живость молитвы участвуют дети ну то есть нельзя придумать она сама как то так получается понимаете как вот за бороду даже священнику подходил а он говорит то есть ну брить можно это все ерунда тогда уже нам с вами не о чем разговаривать не я вам доверяю но зачем мне доверять вы мне не доверяйте вы слово божие смотрите плохо когда к себе человек притягивает вы видите как сослугами давида пол бороды обрели он их в вирусалим не запустил вирусалим а мы идем в небесный священник сказал он сам бритый значит что тебе скажет то священник сказал если он живет неправильно он тебя неправильно и учить будет и англотаус говорит избирая пастыря не избери волка для них кто он такой с какой целью он так сказал для чего же на подобное лицо иметь это блудодейная ересь называется человек-блудник блудодейная ересь протокопа вакуум говорит у меня тебя на военном билете уже с бородой только услышал ну и понятно что мужчине бог дал бороду знак власти на женщины а подкаблучники они все бреются блудники разные а ты живи честно чисто открыто чтобы брак был честен ложа непорочна и тогда она будет тебе прислушиваться вот нас посмотри у нас ни одного нет безбородова есть молодежь едва едва растет и начинает брить он сразу на за дверями окажется в притворе стоит правил это наш дресс-код а где-то даже быть прилично в общем это как за грех считается правильно то есть бритье бороды это как грех даже рассуждать не надо если ты православный приди в храм пораньше потихоньку пройди по стенам посмотри иконы где ты видел бритых где христос не бритые апостолы не бритые пророки георгий победоносец георгий победоносец и что ну сколько ему лет то было ну в армии служил но в армии что служил еще не означает рисует таким георгий а кто его рисовал мы дальше даже разобрать ну вот и не знаем а у нас допустим георгий молодой с бородой как у молодых курчавая бородка пантелеемона пателеемона было там лет 14 вот цепляется за что-то ну ладно георгий оставайся с георгием который к его деканонизировали выдуманное житие деканонизировали почему они не деканонизировали апостола павла петра посмотри на послал как они выглядят нам даже апостолы не главную роль главное христос как выглядит как он совершеннейший человек был а до чего ты бреешься чтобы как все как все но как со всеми пойдешь туда как феофан затворник говорит посмотри на феофана затворника на игнатия причину на иконы на затауса никола еще на творце я посчитал в храме на 475 икон 475 образов без бородого нету нету да и зачем когда бог так устроил ну я уевнуха костра то нету вот и все еще хотел спросить по поводу проповедей всего вот я как верующий человек да я проповедую ну как говорю про веру христианскую уже православную потому что раньше себя ну как бы православным не считал но и всех ты практически не ходил вот я везде на работе и в храме то есть я людям говорю и смотрю например если мощам поклоняются то есть люди у меня знаете я стою просто мне во первых это неприятно но и сердце как кровью обливается вот я начинаю спрашивать например а вы читаете читали библию часто говорят что не читали ну я так понимаю что ходят только для того чтобы получить благодать и поэтому в этой связи конечно же мне немножко скверно находиться но так как я понимаю что в храме есть священство и это самое главное значит эта церковь таким образом я должен ходить в этот храм но естественно же и читать библию и читать святых отцов и изучать соборы и каноны церкви просто как бы единомышленников по этому поводу то есть настоящие верующих по если не верующих людей я возле себя не нахожу то есть я живу один я не женатый человек у меня среди друзей но есть знакомые которые примеру только любят выпить вот поэтому он получается я по такой теории живу лучше быть одному нежели ну с кем попало поэтому в этом случае конечно же мне очень сложно вот одному ваши ролики смотрю читаю библию то есть начал читать симфония на жития святых вот ваш вашего издательства единственное я говорю очень но сложно вот чисто морально как человеку то что постоянно один и это как-то сковывает действительно наверное дойдет до того что буду проповедовать как-то может быть публично в храме буду побольше разговаривать побольше общаться потому что я так понял что без этого просто не могу жить а по поводу бороды конечно с вами полностью согласен потому что ну вот вчера побрился как бы не брился неделю и знаете на какой-то какая-то женственность что ли евро и в разговоре как-то ну ты тут знаете очень неприятно самому даже стал честно спрашивал священника на опять же сейчас священник какой и первый раз нему получается подошел под мантию ну и спрашивает откуда ты а где ты работаешь с кем живешь вот и вот еще было такое например он мне дал свой номер телефона и сказал то есть вот у меня было конечно же сбой в организме это подействовало на мою психику но было такое вот и она говорит ты позвони там нужно вот с тобой если что позанимаемся тут и духовные таинства нужны и то есть все вот я позвонил он говорит а вы квартир посвятить не желаете то есть понимаете после этого после этого я уже столько раз снимал крест потом одевал потом опять снимал потом опять одевал но я потом один раз подумал и решил для себя что ну это не стоит того чтобы снимать крест потому что то что написано в библии все правда все очень красиво и это самое любимое мая книга если люди не хотят исполнять это и священники так что ж написано в евангелии что сядут на получается место священников фарисе садуке и лицемеры там все написано все написано четко внятно единственно хотелось бы найти какую-то нишу единственно почему вот я начал с этого как бы спросить совета у вас там потому что вы человек более опытный во всем как и где лучше найти общение потому что в тех местах где я сейчас ну как бы нахожусь работаю и общаюсь ну поистине верующих людей я еще не встречал к сожалению в этой связи знаете как крик души уже крик души у вас какой рост у меня метр метр семьдесят девять метр семьдесят девять на вес я последнее время поправился мне двадцать семь лет вес девяносто девяносто с чем то ну давно не не взвешивался двадцать килограмм можно сбрасывать куда же такое вырти не находите верующие а сами то какие чем вы можете привлечь почти двадцать килограмм лишнего веса на себе держите чё как и англотоуз говорит тебе что хотят жертву разве принести ну вот вы начните сами себя или рядом кто то из вас стоит рядом раз в храм священник то там и люди есть я никого не нашел верующих а я никогда так сказать не мог я куда не приду везде вижу верующих дорога едем все таки от владивостока до лиссабона мы проехали прибалтику и скандинавию турцию а там сколько прошли а везде библиотеки книги дарил и не было ни одного места где бы я не встретил верующих а вы стоите рядом и никого верующих нет у вас вы другое чего то ищите вы ищите христа пока вы сами со христом не примиритесь пока господь вам мази не даст чтобы глаза протереть ты думаешь я верующих думаете то вы себе а никого рядом не видите он говорит ты считаешься себе такой то они знают что ты нищ и слеп и наг советую тебе купить у меня мазь помазать глазную мазью чтобы видеть срамоту свою где вы были я только сниму то не сниму я никогда не мог снять его ни в тюрьме ни в армии ни в больнице а я снимал его мы совершенно разное как наоборот если трудно я целую крест и как я бы его снял значит у вас что-то связано как правило тогда я не знаю я не обвиняю вас блуд блуде когда люди живут блудно совершенно нет я не сейчас говорю вообще если ты хоть один раз жизни познал женщину один раз у тебя уже мозги продырявлены один раз ты уже на всех будешь смотреть как лев толстой говорит как блудник ты уже даже на мать родную на сестру нормально смотреть не можешь это крейсер рассонать он описывает об этом говорит ополос велики страшнее греха нету любой грех вне тела этот грех в теле своем совершает человек а потом ищет праведных нету то есть хуже свиньи живу а никого не вижу чтобы мне равный был в гное в разбрате человек живет это лев толстой описывает о себе о себе вас я говорю я не знаю я говорю и как правило бывает так что то там связано совершенно с извращением не хорошим не хорошим мне вот пишет они мы товарищи мы выпиваем потом сблудили пошли священник просил мы опять пили блудили больше не заходи зачем ты нужен то если ты ищешь чтобы тебе был дан совет совет только один примирись со христом в плаче и в и сейчас будет пост объявить пост по понедельник вторник сейчас завтра понедельник будет не в рот ни капли ни воды ни грамма хлеба в среду один раз сухарик съешь четверг не ешь пятницу один раз а в субботу можно с растительным маслом первая неделя такая строгая но и ты уйдешь как маленько поползет со мной один сидел таким пузырем впереди володя на зам директора там глядя страшно и он обратился как он плакал он бороду больше не ней там все выбросил сразу недели две неполных прошло у него ничего от живота и вот это его то говорится подгрудка свинья свинящего то не стало он плакал и плакал ничего не есть поет песни и все давай отец и гнать и помолимся нас отделили в отдельную камеру в подвал загнали а нам только это и надо вот это человеке зависит я видел падших грешников как они каются и ни один не говорит а я не нашел никого ты наоборот должен видеть зная за собой что-то что у тебя в глазах чтобы другие были святые чтоб священник у тебя светился в глазах а и священники такое никого больше нету и я понял наклонность у вас уехать куда-то чтобы вам нашли ячейку а там вы начнете все по-новому чтобы этого не было вот мне звонят из грузии там загистана вот такие вот они вот там никакого у корота не знали все больше не звонят я будет какие успехи позвони ни разу больше не вышли я знаю что никого нету 27 лет это это возраст совершенный возраст один поэт писал говорит но если четверть века позади а ты еще не звонок и не ярок еще не приготовил свой подарок то от тебя подарка и не жди ты возьмись за это тунта мы православная пост и молитва если вы сунетесь сектантом вы сразу провалитесь туда борода не причем она не грех посты не нужны вы готовы сектант а крест и так и так ты уже снимал 10 раз то есть готовы сектант себя и православным вам не чем считать посты конечно не соблюдаете при постах так не будет человек ну 20 килограмм жиру носить на себе зачем они вот ты свой знаешь какой рост и от него метр семьдесят восемь отними пять остается метр убирай семьдесят три а у вас девяносто семьдесят три за эту шкалу не перелазь меньше у тебя может быть но не больше при вашем росте метр семьдесят восемь шкала есть такая и ты увидишь как по-другому будет начинать читать библию запоминать места узнавай какие бедные люди старушки вот когда были мы все везде подобрали к рукам кому дрова напилить кому снег с крыши скидать воды наносить с утра до вечера с работы только пришел и мы бегом бежим на велосипеды поехали кому помогать из-за тебя люди будут молиться то а это вот так вот они не рыба не мясо говорит не кочерга не свечка это нехорошо как так вот это в таком молодом возрасте я в 23 года сознательно пришел по евангелию хотя с детства знал что бог есть меня бог спасать женщин от воровства я не дома терка по сегодняшний день не сказал еще а мне семьдесят восьмой год и поэтому я понимаю этих людей я столько работал лет восемнадцать тюрьме после освобождения помогал бесплатно я знаю тип этих людей как они попадают безделие значит спать любят а ты поза возьмешь завтра уже вставай будильник 440 не жалей себя беспощадно дави его этого внутреннего духа злого 440 чтобы на сон уходило не больше шести часов и постепенно уменьшай федор конюхов вот этот путешественник где ездит он два с часа и 18 часов гребет и гребет тихий океан переплыл я не за то что плавали в тихом океане ну такие люди есть и в этом вопросе он пример для всех ему 65 лет и он сейчас совершил кругосветное путешествие на аэростате на своем второе это второй человек за всю мировую историю кругосветное путешествие это выхода конюхов федор зарядите и посмотрите и вздрогните такой же человек почему у меня ничего этого нет ты начинаешь работать в поте потело тело как господь говорит как будешь поте лица есть свой хлеб не на ей компьютерных играх вы даже но сейчас то я еще буду говорить так в пустоту бросать начните если уже будете серьезно через месяц можете зайти только сначала напишите свободен я или нет напишите я сделал прием вас увидите вот через месяц запишите себе но если вы не будете над собой работать вы не зайдете во мне зачем заходить я же увижу бороды нету тело тело ваше не исхудала она должна быть тонко звонко и прозрачная как говорят о подвижниках зачем тебе это я вот людям когда говорю прошлые годы жили у меня сторожем 72 рубля оклад ниже не было 10 11 рублей уходила на питание за месяц а работа какая печник 40 лет пищи делаю дачи строю людям я строитель профессионально мне не давали работать прорабом учиться не давали я самостоятельно учился мне это не грамма не помешало не грамма что мне надо я все изучил всю мировую историю политику и иностранные языки все самостоятельно учил мне в жизни было легко 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 почему где бы я не жил какую страну не поеду везде принимать я сразу начинаю их язык изучать по их разговаривать национальные обычаи учу а живу 20 лет еще не знать лень ну и как мы даже говорить мы сами себя поставили как изгои какие не хорошо это куда бы ты не поехал ты видишь там люди живут узнавай как они живут как веруют а христе рассказать примеры не надо далеко искать возьми апостола павла сколько он облетал вселенную кому только не проповедовал его били за ноги выволакивали и наконец голову отрубили и петр прошел его распяли вниз головой у нас примеры главный наш пример наш господь иисус христос написано взирайте на начальника совершителя веры евреям 12 2 который вместо предлежащему радости претерпел крест и позор я не могу рассчитывать на другое вот я ему добро делаю чтобы он мне добром ответил так это язычники делают но когда ты делаешь добро тебя поносят давят злословят вот тогда будет награда и поэтому где вы есть никуда сиди крепко на этом месте подойди к священнику поблагодаря его прощенное воскресенье попроси прощения и начинай над собой работать чтобы видно было чтобы люди увидели и сказали смотри что с тобой скажи я христа нашел я хочу приготовиться к страшному суду божию чтобы видно было что дитя божия а не семинарник и животное выползло почему мусульмане на нас так и смотрят потому что подвига никакого нет нет подвига в армию брать стоит шкелет он и сблудился весь в наше время было если в армии ну допустим у меня глаз не доверил или ухо не слышала старались маленько так приподнять там чтобы расслышать не взяли в армию значит я какой то не такой меня девушки будут бортовать вот как понимали мы а сегодня откосить называется поколение то другое и поэтому ничего не знают говоришь они полуумки придурки это не мои слова это Путин сказал а тех кто говорит Россия только для русских говорит не нормальные сумасшедшие или придурки какие то начинают винить Путин виноват а что Путин за нас будет во дворе убирать что ли он за себя отвечать будет мне дано указание от Бога молиться за царей за начальствующих он начальник я должен за него молиться чтобы от покушения Бог избавил чтобы наладились отношения с Америкой с Турцией там ну чтобы по божески жить хорошие законы издавали ни о чем другом чтобы обратился к Богу я ему книги подарил видели у него в библиотеке мои книги у президента нашего ну российского ну все вопросов нет больше нет больше нет все с Богом спасибо большое я вам скину сейчас наши все ресурсы спасибо большое храни Господь до свидания спасибо